Здравствуйте! Вы смотрите Большие Новости. Все самое важное, что случилось за эту неделю, расскажем вам вместе с информагентством Республика на канале САМПО ТВ 360. САМПО ТВ 360 Другим значимым результатом этой работы явилось существенное увеличение размеров дотации федерального центра. Это позволило нам впервые за многие годы сформировать и принять бюджет с нулевым дефицитом. Среди значимых результатов работы – снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса, актуализация перечня проектов, включенных в федеральную целевую программу. За год вырос индекс промышленного производства, инвестиций, объемы производства и добычи полезных ископаемых, энергетики и водоснабжения. Главное в социальной сфере – открытие ФАПов. Кстати, и в этом году откроют еще 15 – расселение аварийного жилья, строительство садов и школ. Кроме того, в прошлом году удалось снизить безработицу. В целом, выбранное направление работы правительство считает верным. Ни трудности в экономике, ни внешние вызовы не помешают нам добиваться поставленных целей. И еще раз хотел бы отметить, что это результат нашей общей ежедневной работы. Перспективы в экономике Карелии есть. Они связаны с реализацией двух ключевых направлений – модернизацией и повышением конкурентоспособности традиционных секторов экономики и созданием новых производств. Говорили сегодня не только о проделанной работе, но и о концепции развития республики. Депутаты, выслушав все и задав вопросы, дали свою оценку. Так и непонятно, что будет через 5 лет, насколько здоровее, насколько образованнее станет наш человек, насколько качество его жизни увеличится. Я первым предложил принять сведению отчет главы. Оценок мы не ставим. 5 с плюсом или удовлетворительно. Таких оценок нет, не существует. Отчеты резко отличаются от предыдущих отчетов. В положительную сторону. Артур Олегович пришел в то время, когда было очень много проблем у республики. Это и федеральная целевая программа республики Карелия стояла под вопросом ее финансирования, но благодаря его усилиям и усилиям правительства возобновилось финансирование. 22 декабря правительством Российской Федерации было принято постановление и дан статус территории опережающего социально-экономического развития моногороду Кондопога. Это дает большие преимущества для предпринимателей, которые будут осуществлять свою деятельность на территории района. И вот это такое решение, которое, наверное, плод работы всего правительства в 2017 году. Глава республики говорил о каких-то достижениях, с чем-то мы согласны, с чем-то мы не согласны. Поэтому было принято решение на фракции голосовать фракции, кто как считает нужным. Мы выразили свое мнение по отчету. Но будем надеяться, что все-таки жизнь в республике у нас наладится. Единодушно парламентарии согласились с тем, что положение Карелии зависит не только от руководителя и его команды. Процветание региона – работа совместная, в том числе и законотворческая. Анжела Маркевич, Александр Борисов, САМПО ТВ 360. На неделе Карелию вновь посетил Рашид Нургалеев. Замсекретаря Совбеза прибыл по поручению своего руководителя, председателя Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия республики Николая Патрушева. В Петрозаводске речь шла о благоустройстве, строительстве и ремонте соцобъектов, модернизации аэропорта и развитии моногородов. А начался визит уже по традиции на стройплощадке будущего регионального центра по спортивной гимнастике на улице Повенецкой. Одноэтажное здание будущего центра гимнастики возведено. Сейчас ведутся кровельные работы. После осмотра Рашид Нургалеев поинтересовался, насколько качественным будет покрытие крыши. Важно, чтобы спортивный объект соответствовал всем нормативам. Климатические условия непростые. И снежный покров большой, и другие вещи. Чтобы нам весной здесь не устраивать проблем, осенью, когда дожди мощные, чтобы не было никаких проблем, это тоже очень важно. Работы ведутся в соответствии с проектом. Отклонений нет. Однако у субподрядчика есть претензии к строительному материалу. Он может не выдержать того количества снега, который обычно выпадает в Карелии. Мы находимся в таких условиях, которые требуют более материал, лучше, чем тот, который применяется в средней полосе. Проект, я полагаю, сделан по проекту средней полосы, без учета наших определенных, ну, как говорится, жесткости, которая больше у нас снеговой нагрузки идет. По словам Игоря Мишкина, если материал не поменять, кровля прослужит недолго. Рашид Нургалеев поручил внести изменения в проект, выполненный московской компанией «Еврогрупп». Мы сейчас переделаем новую спецификацию, и его замечания все, согласно СНИПам, ГОСТам и так далее, все это для вот этих вещей скорректируем. Заместитель секретаря Совбеза поручил обратить особое внимание на материалы для внутренней отделки. Они должны быть экологически чистые и соответствовать объекту с массовым пребыванием людей. Внутреннюю отделку и остекление планируют начать в ближайшее время. В августе будет благоустроена территория. Открыть центр гимнастики предполагают 1 сентября. Пока работы идут по графику. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. МЧС Карелии подвело итоги проверок торговых центров. 36 торговых и 4 спортивных центра проверили спасатели и сотрудники прокуратуры. Инспекция объектов началась в конце марта по всей России после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как выяснилось, к 10 карельским объектам у проверяющих претензий нет, а вот во всех остальных были выявлены нарушения. Кто не прошел проверку, поведает Юлия Кучеренко. В 10 объектах республики посетители могут не беспокоиться о своей безопасности, уверены карельские инспекторы. Это гипермаркет «Лента», здравительный центр в Марцальных водах, инновационный центр и спортшкола номер 2 в Контопоге, торговый центр «Солнечный бульвар» и дом культуры и дружбы в Костомукше, клуб «Витязь» в Лахденпохе, школа искусств и дом творчества в Кеми, центр «Забота» в Гирвасе. Грубые нарушения сотрудники надзорных органов выявили на семи объектах. Торговый центр «Столица», помещение подвального и третьего этажей, город Петрозаводск. Торговый центр «Десяточка», отдельное помещение торгового центра, город Петрозаводск. Торговый центр «Стрелец», поселок городского типа «Пряжа». И четыре батутных центра, все они в Петрозаводске. «Невесомость», «Батутник», «Тутбатут» и «Арина Лайф». Также нарушения нашли в двух складских помещениях гипермаркета ЦСКА в Петрозаводске. По нашему мнению, создана угроза, имеется угроза жизни и здоровья людям, которые будут находиться в этих помещениях в случае возникновения пожара. Самая главная проблема этих зданий, то, что это здания приспособленные. Эти здания ранее изначально были построены как производственные здания, и, соответственно, никто не проектировал их как здания под организацию торговли. Проблема торгового центра «Столица» и подобных ему в том, что много собственников. Каждый пытается соблюдать требования пожарной безопасности. Поэтому система оповещения во всем здании целиком не работает. Требования устранить нарушения к торговому центру «Столица» предъявлялись неоднократно. Однако пока они так и не выполнены. Свою позицию МЧС высказала. Теперь слово за прокуратурой. Юлия Кучеренко, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. И в эти же дни по всей стране прошли учения спасателей. В Карелии подразделения проверили на готовность к возможным сезонным чрезвычайным ситуациям, весеннему половодию и лесным пожарам. В микрорайоне Пески журналистам показали технику, а затем отрабатывали свои действия при ликвидации поводков, защиту населенных пунктов и социально значимых объектов. Основной комплекс противопаводковых мероприятий на территории республики проведен. Мы сейчас вступаем в активную фазу, уже, я считаю, подготовленными, республика Карелия. Но держать ситуацию на контроле через Центр управления в кризисных ситуациях – это наша задача. Кстати, музейно-выставочный Центр пожарного и спасательного дела Карелии в эти дни отмечает свое 30-летие. 18 же апреля исполнилось 165 лет со дня образования пожарной охраны республики. В музей побывала наша съемочная группа. Кто и с помощью чего писал историю пожарного дела Карелии, расскажет Наталья Кузьмина. Поводом для создания этой выставки послужил пожар 1977 года в гостинице «Россия». Экспозицию придумывали на протяжении 9 лет. В 1988 году она открылась. Специально были изготовлены уникальные диорамы. Вот как выглядел пожар на Петрозаводской пристани в 19 веке. А это уже возгорание в столярном цеху. Ежедневно здесь проводят экскурсии и повторяют для посетителей правила противопожарной безопасности. За прошлый год выставку увидело более 4 тысяч гостей. Несколько лет назад в музее открыли еще один зал. Он посвящен истории пожарного и спасательного дела. Экспонаты собирали со всей республики. Вот эту оплавленную огнем каску музею передал ветеран пожарной охраны Карелии Владимир Иванович Занько. Она принадлежала огнеборцу, который в 1997 году вместе с группой спасателей участвовал в совместных с финскими пожарными учениях. Огонь пришлось тушить в подобном вагоне-симуляторе. Были созданы реальные условия. Температура достигала 800 градусов. В этот симулятор зашло в тот период 5 человек. Когда он там находился в симуляторе, он был в составе подразделения, и он не имел права на то, чтобы на него обращали внимание. То есть он должен был выполнить задачу, и этим был одержим. Кроме предметов боевой одежды и снаряжения, на выставке представлены и ставшие уже историей средства пожаротушения. Пожарный насос 1956 года выпуска. Музею подарил начальник Пудожской пожарной охраны. Этот насос нашли в Пудожском районе, где-то в болоте. Он был ржавый. И вот привезли сюда в музей. Его здесь отреставрировали. И сегодня он у нас занимает почетное место. Такие ведра-гидропульты наши огнеборцы использовали во время войны. С их помощью бойцы тушили зажигательные бомбы. Ведро объемом 15 литров. Туда заливалось огнетушащее вещество. И мог работать один человек, даже подросток, даже мальчишки, которые дежурили на крышах зданий и тушили зажигалки. Одной рукой можно качать вот эту воду, а другой рукой подавать ствол на распылитель. Здесь можно познакомиться и с уникальными средствами связи, и даже с несколькими видами пожарных лестниц. Такую деревянную лестницу-палку пожарные использовали в 50-х годах. И выполняла она сразу три функции. Функцию лестницы, носилок, а в сложенном виде за счет специальных укреплений ее использовали как таран. На этой неделе в честь 165-летия со дня образования Карельской пожарной службы здесь соберутся ветераны ведомства, в зале, где живет история пожарной охраны, ее традиции, ее огромный боевой опыт. Наталья Кузьмина, Владислав Будников, САМПО ТВ 360. И снова к истории в рубрике «Век советов». В проекте информагентства «Республика» журналист Анна Гриневич снова читает газетные заметки столетней давности. На этот раз узнаем, о чем писали газеты в 1931 году. Зачем пытались сдать в металлолом городских львов? Что такое политика в духе тру-ля-ля? Кто такие лапуасцы? И зачем им отвечать самолетами? На страницах газеты «Красная Карелия» 77 лет назад. В июне в Петрозаводске открылась современная лыжная фабрика, одна из лучших в стране. Строительство входит в список из 518 объектов, вводимых в строй по программе индустриализации. Мощность фабрики – 150 тысяч пар лыж в год. Началось строительство нового хлебозавода. На Петрозаводской бирже труда в эти годы не было ни одного безработного. Петрозаводчане по любому поводу скидываются на самолеты. Теперь в ответ на происки неких лапуасцев. В нашей стране об этом движении, возникшем в финском городе Лапуа, знают немногие. Городок расположен в Южной Эстерботнии, которая во время гражданской войны была оплотом белых. Именно здесь акции коммунистов находили наиболее жесткий и яростный отпор. Однажды союз молодых рабочих и учащихся решил провести в Лапуа праздник вызова. Центром его должен был стать местный рабочий дом. Это вызвало массовое недовольство жителей общины. Закончилось дракой. С участников праздника срывали красные рубахи, коммунистам не дали выйти из поезда. Все завершилось погромом в рабочем доме, который в итоге был заколочен. Кстати, впоследствии движение лапуасцев выросло в антикоммунистическое и праворадикальное движение Финляндии. В июле в Петрозаводск приезжает скульптор Матвей Манезер, известный скульптурами станции метро «Площадь революции». По его проекту в Петрозаводске планируется строить памятник Ленину. В планах также были перепланировка площади, перенос сквера в другое место и сплошная заливка асфальтом. Слава богу, до этого дело не дошло. Активизировалась театральная критика. 8 декабря в газете «Красная Карелия» читаем. Последняя постановка театра «Вредный элемент» говорит о том, что в театре неблагополучно. Он идет по линии безидейности, уклона вправо, по линии насаждения буржуазных тенденций в репертуаре. Пьеса является вредным пасквилем на нашу действительность, сдобренным порцией эротики, пошлости и низкопробной вульгарности. Театр должен быть культурным руководителем масс, организатором и рабочего зрителя, должен воодушевлять на социалистическое строительство, а не делать политику в духе тру-ля-ля и не уходи, побудь со мной. В третьем году пятилетки идет активный сбор металлолома. Берется на учет каждый гвоздь. Каждый грамм металла должен быть умело использован. Под пытливый взгляд пионеров попадают решетки на окнах, петли от колоколов на бывшей колокольне, чугунные столбы с негорящими фонарями и даже скамейки и городские львы. Так и пишут. В Петрозаводске тонны металла бесполезно разбросаны по городу. На проспекте Карла Маркса больше десятка металлических скамеек. Перед входом в здание ЦСНХ смешные металлические львы. Кстати, хвосты у них уже тогда были обломаны. Штаб по сбору металлолома считает необходимым обратиться в Горсовет с предложением выделить комиссию для детального обследования улиц и выявления всех ненужных металлических изделий. Карельские заготовители взяли обязательство заготовить в 1931 году 100 тысяч штук водяной крысы и 25 тысяч штук крота. Население Карелии было в то время мало знакомо с методами вылова крота. Тем не менее, как говорят историки моды, тогда из них часто шили женские шубки. В деревнях каждая девка должна была иметь в приданном такую тужурку, то есть куртку. Правда, шубка из крота – дорогое удовольствие. Главным образом из-за того, что с подобным материалом очень трудно работать. Поэтому те, кто такое себе позволить не мог, покупал ту журку из черного плюша. Собственно, плюша – это и есть искусственный крот. Повсеместно распространялось движение ударников. Одновременно боролись с лжеударниками. Одна такая бригада в составе 35 человек приехала из Ленинграда. Их тепло встретили, выдали фуфайки, валенки, другую теплую одежду. Но скоро 23 из них сбежали, прихватив выданные теплые вещи. Но если попытаться углубиться в более древнюю историю, понадобятся совсем другие технологии. Недавно карельские ученые вместе с американскими, норвежскими и эстонскими коллегами пробурили землю на немыслимую глубину – 3,5 километра. И открыли тайну кислородного насыщения Земли 2,5 миллиарда лет назад. Обо всем в этом в апреле вышла статья в известном научном журнале «Сайенс». Подержала в руках соль возрастом в миллиарды лет Светлана Воробьева. Неприметное здание на окраине Петрозаводска построено по образцу кернохранилища финской геологической службы. Проще говоря, это склад. В нем хранятся керны – образцы горной породы, извлеченные из скважин. Если проложить все эти керны друг за другом, образуется змейка протяженностью более 150 километров – примерное расстояние от Петрозаводска до Олонца. В кернохранилище ученые приходят как читатели в библиотеку. Только здесь изучают природные носители геологической информации. У меня в руках соль, которой 2,5 миллиарда лет. Ее добыли наши ученые, проделав скважину в земле глубиной 3,5 километра. Именно эта соль стала для ученых источником важной информации, так называемого кислородного насыщения или встряски, когда атмосфера земли кардинально изменилась и на ней началась новая жизнь. Эту соль достали в 2008 году вблизи поселка Новинка в Кандапурском районе. У нас были наработки большие. Мы же знаем немножко геологию и как устроено. В одном месте найдешь один разрез, в другом – другой, где ниже, где выше. Поэтому мы ездили, смотрели геологическую карту и выбирали место. Извлеченные породы изучили и пришли к выводу. Высокое содержание сульфатов в них указывало на то, что в морской воде было растворено значительно большее количество кислорода, чем предполагалось ранее. И это можно назвать научной сенсацией. Это такой интересный период в развитии земли, поскольку много что менялось. И основание современного типа земли – это многих интересует. Об открытии сразу написали несколько мировых новостных изданий. Статья ученых была анонсирована в мартовском номере журнала «Сайенс». Ее электронная версия уже увидела свет. Теперь ученые ждут печатную версию. Журнал «Сайенс» – один из самых влиятельных и престижных научных изданий. Материалы, вышедшие на его страницах, проходят тщательную проверку высококвалифицированных независимых экспертов. И после публикации, как правило, признаются всем мировым научным сообществом. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360. История, о которой сейчас пойдет речь, началась год назад. Городские активисты и администрация Петрозаводска решили благоустроить общегородской парк «Ямка» в рамках программы «Комфортная городская среда». Долго обсуждали его будущий облик, приглашали архитекторов, проводили слушания. Но с наступлением весны парк неожиданно и неприятно удивил петрозаводчан. Вместо ухоженной территории из-под снега показались рытвины и грязь. Почему хотели как лучше, а получилось как всегда, расскажет Наталья Кузьмина. Комфортная городская среда, комфортный городской парк. Правда, теперь такой он не везде. Отсыпанные удобные дорожки резко сменяются грязью и канавами. Эта история началась еще в прошлом году. Петрозаводский государственный университет представил проект благоустройства парка «Ямка». Здесь должен был появиться фонтан и мощеные дорожки. Предполагалась вырубка старых деревьев. Но на общественных слушаниях городской администрации документ не получил одобрения большинства. В итоге проект был переделан петрозаводскими общественниками. Здесь должен был быть и он сделан, в общем-то, водоотвод мощный с улицы Карла Маркса. Должна была быть сделана лестница нормально, которая разваливалась абсолютно с Карла Маркса. Освещение и дорожки. Осенью этот измененный проект удалось реализовать практически полностью в рамках программы «Комфортная городская среда». На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов было выделено 14 миллионов рублей. Парк преобразился, но, как оказалось, лишь на время. Второй этап благоустройства – установку фонарных столбов и прокладку электрических кабелей – начали зимой, когда уже лежал снег. Подрядчик практически наугад вслепую выкапывал производственные траншеи. В результате утрамбованные дорожки и бордюры были испорчены. Как только сошел снег, вместо благоустроенного парка петрозаводчане увидели разрытые канавы, заполненные грязью. Было все облагорожено до того, как начали ставить эти столбы. Было выглажено все, земля была насыпана, травка, наверное, была уже посеяна. А потом уже позднюю осенью начали копать ямы, столбы, все перерыли. И все это так ушло под зиму, ничего не перевели в порядок. Ужасно, грязно, неприветливо, некрасиво. Как я помню, здесь было намного лучше раньше. И сейчас мы пытались пробраться к скамейкам, буквально запачкали все оба. Очевидно, что произошло это из-за нарушения последовательности во время проведения работ и несогласованности действий служб. Как объяснила начальник управления благоустройства и экологии городского комитета ЖКХ Анна Дудырина, установка фонарных столбов и прокладка кабелей была запланирована на начальном этапе. Но на практике реализовать все согласно плану не удалось. Предполагали, что, естественно, сначала будет у нас реализована электрическая часть, но, к сожалению, в результате торгов у нас несколько раз аукцион не состоялся. И поэтому, когда уже определился подрядчик, то работы по благоустройству основные были выполнены. И работы выполнялись под конец декабря. То есть окончил работу подрядчик 24 декабря. Мэрия уже провела переговоры с подрядной организацией «Стройтрест-6». На устранение нарушений ей дали срок до 1 мая. Дорожки приведут в порядок и дополнительно утрамбуют, установят новые бордюры и высадят газон. Дополнительных финансовых средств на эти работы не потребуется. В этом году в Петрозаводске реализуют еще пять проектов по благоустройству, за которые горожане проголосовали на выборах 18 марта. Будет ли проведена работа над ошибками и удастся ли их миновать в процессе осуществления новых проектов – время покажет. Наталья Кузьмина, Сергей Беляев, Владислав Будников, САМПО ТВ-360. Тем временем Карельскую столицу украшают к действительно историческому празднику – Дню Победы. И хотя погода на улицах пока совсем не весенняя, на главных городских магистралях появляются атрибуты предстоящего праздника. Все они обрамлены экономичной подсветкой, которая будет включаться вместе с уличным освещением. Всего в городе появится 115 праздничных кронштейнов с изображениями звезды, звезды Героя, Ордена Победы, Ордена Великой Отечественной войны и Георгиевской ленты. Украшения будут радовать горожан и гостей Петрозаводска до середины конца мая. Установлены на них будут в нескольких частях города Петрозаводска. Это проспект Ленина, проспект Карломарса, Вечный огонь, улица Энгельса, переходящая в Гоголя, бульвар Победы. На центральных улицах города работать непросто. Припаркованные автомобили вынуждают устанавливать спецмашины прямо на тротуарах, что создает некоторые неудобства для пешеходов. Работы по украшению опор завершатся в течение следующей недели и, как обещали в ПЭС, если надо, то работники будут трудиться и ночью. И на этом все о событиях уходящей недели. В следующие выходные обо всем, что случится, расскажет Анжела Маркевич. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова